Ну мало это тупо, друг друга хейтят свою изыграть, больше чем они все лолают по жизни. Пеем, Фара, пожалуйста, дроп и еще что-нибудь. В интернете же ты гангстер, но ты сверзок безопасно. Я могу набрать тебя, завтра убьют. Сори, Фарич. Дэйн, бой. У тебя получился хороший альбом. Йоу, пацаны, мальчишечки, девчоночки, ма бои, ма герлс. С вами Джонни Хоуэвер. Возможно, услышите улицу. Да. Сегодня будет Бульвар Депо, Олд Блод, Старая Кровь, Олд Скул, Олд Блод, Олд Тайпс Оф Чей. Чувачки, Бульвар Депо. Давно уже обогнал Фаруона. Какое-то время назад своего брата обогнал он. Хочу выразить вам всем большой респект, кто поучаствовал в дропе, кто что-то себе приобрел. Это очень круто, чуваки, это дает мне возможность развиваться дальше. Так что спасибо вам большое, ребят, еще разочек. Сайт, кстати, с одежды всегда теперь будет работать. Вы можете подписаться на обновление, зайти на него, то есть он всегда теперь работает. Ифими. Придем, как начать, ребятки, сегодняшний рекламный трек. Check it out, my boy. Йоу, ребята, обязательно напишите, что вы думаете по поводу трека в комментариях. А также, если вам понравилось, обязательно заходите и поддерживайте. Ссылочки я оставлю в описании и в прикрепе к комментариям, как всегда. You feel me? Бульвар Депо, Old Blood, чуваки. Я бы вообще не сказал, что Бульвар Депо это мой звук. То есть я не слушаю его в принципе, но он такой прям большая личность в нашей музыкальной индустрии. Поэтому я решил сделать обзор чисто на его альбом. Сегодня будет обзор, никаких больше треков сегодня здесь не будет. Первый трек, видение. Бульвар Депо. Да фак, кто это говорит? Фа конкретно станица русского рэпа. Уфа, станица русского рэпа? Окей. Hold up, кто это говорит? Ксения Собчак? Окей, это какое-то на интервью кого-то брало, наверное. Немного, немало, чувачки. О май гад. Сначала повеяло мафии, чуваки, вначале. Блин, трек качает, чуваки, но блин. Вот у Бульвара бывают прям треки суперсложные на подъем. Нужно несколько раз его слушать, вникать в слова, чтобы понять вообще о чем он говорит. Он стиль и так, знаете, как будто он поэт русский. 1800 какого-нибудь, 50-го года. После Пушкина, там что-нибудь такое. Типа, ну, Бульвар всегда был такой интересный чувак. Вот Бульвар какой-нибудь i6-1, да? Они делают музыку как бы для себя чисто, свой собственный звук, которого нет вообще нигде в мире. Ну и это, естественно, круто, но блин, сложно понимать текста часто, бывает. И из-за этого я как бы и не слушаю Бульвара, в основном. Вы, наверное, поняли, о чем я, короче, говорю. Давайте будем слушать next треки, чуваки. И, кстати, тут, возможно, будет много вырезок, потому что, когда я снимал на Angry Toys. Короче, если YouTube палит, что у меня используется музыка Бульвара Депо, он вообще видео блокирует, то есть не монетизацию скрывает, а прям полностью видео блокирует в России и еще в нескольких странах, поэтому, скорее всего, вырезок будет куча чуваки. Звук очень стандартный для Депо, то есть он не изменяет своим стандартам. Тут он говорит про девчоночку, да? Он ее послал нахуй. То, что между нами происходит, это полный бред. И поэтому Бульвар Депо продолжает крутить косички. Хоть и знает, что это не полезно для его организма, чуваки. И босик бы, кстати, здесь на фиточке. Вроде как мне понравилось, чувачки. Блин, я не знаю, что говорить. Чуваки, тут три текста, вот он прям такой, понимаете, вот нужно вникать вообще в слова. Но, увы, закончен балл. Интерес к тебе пропал. Я купал тебя в любви, чем тебя же подкупал. Я говорю, это чисто такая поэзия. Я звоню тебе в час ночи, в адеквате, но не очень. Говорю тебе, прощай. Нет, пантера, больше мочи. Пропал интерес у Бульвар Депо к телочке какой-то. Извини, я буду крутить косички. Увидимся, бич. Сия! Блин, честно, можно вот так читать. Это чисто такие прям стихи. Окей, Angry Toys дальше, чуваки. Вот Angry Toys, вот понимаете, вот сейчас были ни много, ни мало и Moonwalk. Но вот Angry Toys немножко по-другому. И вот такой Бульвар Депо мне больше залетает, чуваки. Поехали, блядь. Бульвар Депо показывает на тебя пальцем. И, возможно, у тебя остается только одна бочка, чуваки. Ему вообще похуй. И он в своих текстах это неоднократно показывает. Ему похуй на позитивное мнение. Похуй на негативное мнение. Если он не хочет фоткаться с фанатами, он не будет фоткаться с фанатами. Если ты говоришь ему, что тебе понравился альбом, ему похуй. Если тебе не понравился его альбом, ему вообще тоже похуй. Он живет своей жизнью, не обращает внимания на критику. И, на самом деле, такое отношение вот вообще к каким-либо комментариям. Это очень круто в жизни, тебе это поможет. Потому что ты веришь только в свои типа голове. Следующий трек «Возраст» с Артуром Кримом. Йоу. Вот это трек качает, чуваки. Вау. Чуваки, вот в этом месте. Он как-то флоу подменивает. Ммм, звук очень крутой, чувачки. Вот этот трек «That's what's up, нахуй». Это такой олдскульный прям рэп, чуваки. Куда ты, бля, в обуви, ты че нарушен? С годами с игру. «No shoes in my house», говорил Роди Рич. Артур Крим говорит. «Ты куда, бля, в обуви, ты че нарушен, а?» Бля, мне понравился, как этот фиток залетел. Олдскульный рэпчик «That's what's up». Следующий трек «Old Blood», чувачки, лет's go. Чуваки, это прям взрослый рэпчик уже. Ребяткам, типа, которые слушают Моргенштерна. Но это вообще непонятно. Сложные прям строчки. Это прям взрослый рэп, прям взрослый рэп. Окей, умы. Stop VVS. Окей, мы вот тут 35 секунд слушаем «Степление», чтобы, как бы, погрузиться в атмосферу трека, наверное. «И делаю вид, а?» «Кем ты не стал ни за год, ни за три, дай бы без пыли». «Тот у кумир» — это тот, кем ты не стал ни за год, ни за три. Кстати, я слышал, вот, много советов о том, что, чтобы, типа, свой путь очень такой мощный создать, нужно поменьше вообще информации в себя впитывать, смотреть на жизнь чужих людей и, типа, стараться создавать что-то своё, чувачки. Не смотреть вообще социальные мете, отказаться. Короче, я к тому, что вот Бульвар Депо — это и есть вот этот человек, который вообще не смотрит, мне кажется, за миром. Ему чисто пофиг, он живёт на своей волне, в своём мире. И делает то, что ему хочется, и смотрит информацию, потребляя только ту, которая ему охотает. Тест, потоки, ненужная инфрация, уже не такая большая, меня уже даже не сложно найти. Окей, мне очень нравится, как это звучит, чуваки. Убер от Лина, закончил шоу и что? А про кого он вообще говорит? Хочу сказать, что вот пока все три фита, мне очень нравится, как тут залетают. И доп.VVS тоже вот прям, мне нравится, свежий такой глоточек. И этого не надо, я ж не пить, расплавил твои мозги, это я ещё не в кислое. Окей, no hook, no hoes. С Янг Харном. Янг Харн — это какой-то европейский поц, по-моему, да? Мне кажется, я слышал его, но я чё-то не могу вспомнить, короче, кто это такой. Окей, это будет какой-то разгрузочный трек. О май гад, мне нравится этот звук, чуваки. Hold up. Малышка зовет, до свидания, ёбнус, до свидания. Янг Харн, стреляй меня, Рикс. О май гад. Окей, чуваки, вот так я хочу, я такого больше хочу от музыки. Я не знаю, какие будут следующие треки, но просто, понимаете, вот. Бульвар Депой — это жёсткий вайб, и это искусство такое, да, типа нестандартное. И, естественно, это имеет место быть, но я от музыки, в принципе, как от целого, жду немножко другого. Я хочу либо вот какой-то кач про денежки, там, знаете, мотивацию словить, либо я хочу какой-то расслабонщик. То есть, поэтому я, в принципе, наверное, Бульвар Депой не часто слушаю. Но вот такие треки, вот типа Angry Toys, вот сейчас Ноу Хук пока мне очень заходит. Давайте слушать дальше. Мммм, это очень чёткий трек, чувачки. Hold up. Вау. Уже третий раз, наверное, да, за все эти треки. Мне очень нравится флоу, и вот это, когда он говорит, делает акцент на змее, и вот там эти эффектики, да, змея, и ты такой, уууу, чёрт. Очень крутой куплетик от Депо, чуваки. Как твоё имя? А стоп, да мне похуй, видели плавари, нэйс. Только мне зоны комфорта, да. Как твоё имя? А стоп, да мне похуй, видели плавари, но я не вспомню их, чуваки. Это охуяши, охуяши парт. Окей, он немец. Я не знаю немецкого вообще, ни капли, поэтому мне абсолютно по боку прошёлся этот куплет. И, в принципе, не знаю, мне не очень нравится, как звучит, в принципе, немецкий язык. Поэтому ничего не могу сказать по поводу Янхарна, Янхёрна, Янхарна, наверное, да. Пофиг, чуваки, возможно, кто-то из вас его фанат. I'm sorry, окей. Мне, наверное, понравился этот куплет Дупэшки. Депошки. Дупэшка, это если бы я был на Украине, наверное, так бы говорил. Мне понравился очень трек, точнее, куплет Депо. Он такой не особо замысловатый, но при этом вот качает. И вот такой я, такой звук я люблю гораздо больше, чем супер замысловатые строчки, короче, окей. Арт-хоус, next track. А-а-а, бич. Ищешь ход? Крыто, лезь в окно. Цени, как я луплю её. Цени, как я луплю её. Окей. Чуваки, вот, бывают места, где я просто очень в кайфе от звука Депо и вот это. Зацени, как я колдую. Зацени, как я луплю её. А-а-а, чувачки, щит. Чувачки, это знаете, на что похоже этот звук? О-о-о, это очень круто, чуваки. Это знаете, на что похоже на рекламу каких-то мебели? На ТВ-шопах, знаете? Либо на рекламу какого-нибудь отеля. Фак, это очень красиво в конце было. С этим треком я жёстко факуюсь. Friendly Fire. Расскажи приятелям, если есть ещё кому. Ведь все вокруг предатели, чуваки, это факт. Damn. Круто, если у бульвара Депо есть какое-то окружение сейчас, которому он доверяет. А вообще у человека хотя бы несколько должно быть вот друзей, прям друзей-друзей. Типа команда своеобразная. Не обязательно твоя команда должна быть с тобой в одном бизнесе, конечно. Чуваки, с которыми ты можешь поделиться своими проблемами или чем угодно вообще. Если ты можешь с человеком поделиться чем угодно. И не переживать о том, что он об этом расскажет кому-то другому. Это очень хорошие люди, чуваки. И такие люди, естественно, нужны в своей жизни. Это Friendly Fire. Огонь по своим. Вот он и говоришься, типа, видите, Огонь по своим. Friendly Fire. Про предателей, про всю вот эту херню и фьюми. Окей, следующий трек. Х2. Х2. Не знаю. Умножить на 2 или что это значит? Хватит быть такими нахуй жадными. Купил бати Ауди, матери дом. That's what's up, чувак. Вот это, вот это сильно. Это сильно. Что за ауди он купил бати, мне интересно. Со мной батат, вы о чём вообще? В одну калитку на треке, чё, дрови, чё, вон. Всё, что я имею, множе на два. Похуй, кто против меня, кто за. Вау, чуваки, это охуевший трек. Дрэм. Со мной поддаться, вы о чём вообще? В одну калитку на треке чудовища, вуу. И потом залетает припевчик, делаю шаг, делаю два. Всё, что я делаю, множаю на два. Дрэм, чувачки. И, кстати, да, я сказал Х2, это и есть, умножить типа на два. Фак, делаю ляма, я делаю ля. И мне кажется, что такой флок, как будто я уже где-то слышал. Может такое быть, нет? Вау, вот этот трек тоже один из моих любимых на этом альбоме. Точнее, знаете, не один из любимых. Вот у меня есть тут три-четыре трека или три трека и один парт, вот прям заебись, которые мне заходят. Остальные треки, вот они вот этот жёсткий стиль такого депо, такой вот питерский какой-то. Для пасмурной погоды музыка. И я не любитель такого звука. Это не значит, что это плохо. И на этот звук, естественно, куча есть любителей. Именно поэтому Бульвар такой популярный чувак. Но, да, это не мои треки. Четыре шага, последний трек, чувачки. Между нами снега, убери ёбаный слов, и ты меня не пугай. Окей. Имя окружено мудаками. Про кого он говорит? Про какую-то девчоночку. Блин, ну закончил Бульвар Депо вот опять своим вот этим вайбом. Тоже трек такой. Не для меня, не для меня трек. Но в любом случае, Бульвар Депо, Old Blood, наверное, фанатам Депо этот альбом также зайдёт. Потому что он традициям своим вообще не изменяет. То есть его звук есть его звук. Angry Toys, No Hook, No Hose, Part of the Poe, Art Hose, X2. Здесь есть треки для меня, есть тут треки. Но, естественно, почти весь альбом нужно переслушивать, вникать в слова. Тяжёлый достаточно подъём звук. Он не изменяется стандартом, поэтому он такой вот, знаете, скрытый чувак, провоцирует интерес. Напишите ваше мнение по поводу альбома в комментариях. Я почитаю. Объясни мне что-нибудь. Опять же, тут никакого хейта. Альбом клёвый. Он сильный. Он выдержанный в одном стиле. Все фиты мне понравились, ну, кроме Ян Харна, я не знаю. Хотя он под тот бит, наверное, он залетел нормально. Но, типа, я не могу вообще оценить его творчество. Потому что вот эти... Очень такой обрывистый у немцев язык. Не нравится. Не нравится мне. Фиты прикольные. Выбирает он интересных людей. A6X1 тут нет, не знаю почему. Они же вроде как супер кореша, да. Обложка мне нравится. Питер люблю, хочу в Питер. Это же Питер. Может быть не Питер. Возможно Питер. Я не шарю, что это за женщина. Возможно, это какая-то питерская дива, которую... Ну, я не знаю такую. Все, чуваки, ладно. Напишите мне в комментариях обзорчик, да. Вот. Хотели, получите обзорчик на Бульвар Депо. Напишите мне, короче, что вы думаете по поводу альбомчика. Все те, кто любил Бульвар Депо. Им очень зайдет альбом. Возможно, кто-то разочаруется, что это опять, типа, ничего нового. Но, чуваки, я не знаю, что вы хотите... Что вы хотите получать новое? Потому что есть такие же. И у Фьючера недавно было, типа, ну, все то же самое. Да, то же самое. Именно поэтому этот артист вам когда-то и понравился, чувачки. С вами был Джон Харш. Слушайте грамотную музычку. Еще раз всем спасибо, кто приобрел мерчик, чувачки. Да. Спасибо вам всем, чуваки. Слушайте грамотную музычку. Качайте, раскачивайте. Субтитры сделал DimaTorzok